А экран не горит. Где? Супер! Я рада, что не смогу, но все в порядке. Короче говоря, уже лучше. Сейчас все получится, все появится, не волнуйтесь. Должна появиться красивая картинка. Но синий тоже неплохой цвет. Уже? Ого! Большое спасибо. Спасибо большое, Михаил. Вот теперь-то я вас всех и приветствую. Я очень вам рада. Я очень рада, что я вам приветствовала. Спасибо большое. Я не ожидала, конечно, что вы мне настолько рады. Я не знаю, в чем причина, но потом поделитесь, пожалуйста. Что у нас такого с вами особенного случилось и особенного произошло в нашей с вами взаимоотношении? Ну я рада, что у меня остальных друзей. Мне очень, конечно, приятно. Я рада, что я наконец-то до вас добралась. И у меня всю жизнь был только один принцип. Несмотря на то, что я, как вы знаете, родилась и выросла в России, жила там. Потом я умудрилась два года пожить в Грузии. И жила там. Сейчас я живу в Америке. И я умудрилась три месяца пожить в Сербии. И не в каждой стране новой, в которой я жила, первый вопрос, который мне задавали слушатели Мои там. Когда будет лекция про местную народную музыку? Я такая, никогда. Они говорят, ну почему? Мы хотим их собраться. Помогите нам. Мы хотим слушать грузинские хоры и понимать, что такого красивого строят эти мужчины. Помните многоголосие, да, такое гортанное? А и сербская музыка, Балканы, все вот это вот. Мы сегодня, возможно, тоже упомянем то, что там музыка немножко повлияла на Кресвер. Спойлер. И давайте разбираться, давайте то, давайте сё. Я такая говорю, слушайте, чтобы разобрать народную музыку, надо пожить в этой среде очень хорошо и плотно. И понять, каким образом её слышат местные, осознавая за собой всю историю страны, всю историю, которая тянется веками и тысячелетиями за ними, пожить в нужном климате, да, правильно, чтобы понять, как живётся, если тебе, допустим, очень жарко и захотелось потанцевать. А я такая приехала и совсем всё по-другому поняла. Но сегодня случай особый. Я всё-таки решила сделать тему про Кресвер. Притом я немножко переживаю, что я, может быть, ощущаю эту музыку даже меньше, чем вы, потому что она для вас родная. Может быть, вы каждый день слушаете Кресвер, да? Нет. Нет. Только на свадьбах. Только на свадьбах. Ну, уже хорошо. Кто знает, насколько часто вы бываете на свадьбах. Может быть, вы проводите на них каждые выходные. Правильно? Дорого. Дорого? Да. Понятно. Очень хорошо. Ну, в любом случае, сегодня будет взгляд человека без еврейских корней. У меня нет еврейских корней, моя фамилия от Владимира Ильича Ленин. На еврейскую музыку, так как я её чувствую, понимаю и постараюсь принести вам пользу теми своими знаниями, которые у меня есть. А я люблю аккорды, а я люблю лады, а я люблю детали, фактуру, всё вот это вот. А некую какую-нибудь историческую часть, которую, возможно, можно было себе это представить, вот её не будет. Я даже попробовала, попыталась, но сегодня сходила в музей, поняла, что я не понимаю историю еврейского народа, она слишком сложная, поэтому я убрала эти слайды. Но не переживайте, будет всё равно интересно. Единственное, что меня капельку волнует, вам не кажется, что вам подмигивает экран чуть-чуть? Нормально? Чуть-чуть он так, игривый, да, немножко такой? Чуть-чуть, да, посмотрите? Ну, вот, видите, видимо, что-то с шмуром, давайте не будем на это разыграться, потому что у нас атмосфера такая хорошая. А если вдруг презентация нам надоест, и что-то случится, вы устанете, мы с вами ещё раз пойдём на эту тему через полчасика, и что мы с этим попробуем сделать, например, как-то без неё обойтись, и что-то ещё. И, кстати, о времени. Материалы, если учитаю обычно от полутора до двух часов, в 99% это означает два часа, но если один процент, мало ли, я затороплюсь. А дальше неизменно, обязательно, неизбежно последует сессия вопросов и ответов, на которые вы можете, я надеюсь, у вас появятся вопросы, которые вы мне зададите, я вам скажу, да я не знаю, вот, или отвечу, если буду знать. И после, если вы захотите с вами поболтать, я обязательно буду на улицу, в общем, всё, что у вас запланировано насчёт меня, вы с вами сделаете. Переживать об этом не стоит. И перерывов никаких не будет, и хорошо сидим же, всё прекрасно, и всё в порядке. Ну что же, будем начинать. Сначала я хочу без всякого предисловия поставить вам музыку. Я вам сказала так, эта музыка не самая известная, но есть вероятность, что вы её знаете. И если вы её узнали, не надо кричать. То есть не надо кричать, кто автор, как она называется. Вам нужно вместо этого сделать всего одну вещь. Сделать заговорчический вид и кивать. Сейчас я вам покажу. То есть если я включаю музыку, и вам очень хочется воскликнуть, а-а-а, да это же то-то, то-то, вместо этого сделайте следующее. Я пойму, что вы знаете, и похваю вас. А дальше интрига, которая у меня нужна, пока сохранится. Итак, послушайте кусочек музыки. Что это за музыка? Пока для нас неизвестно, что вы чувствуете в неё. Музыку мы будем слушать не 10 секунд, а очень даже минуту. Она начнётся одним образом, а продолжится другим. И чувство, которое вы испытаете, может быть неодномерным. И я прошу вас как можно подробнее его попробовать внутри себя описать. А потом, если это сочтете уместным, со мной этим чувством поделиться. И мы посмотрим, какие приёмы использовал композитор, чтобы вас, это чувство, поселить. КОНЕЦ КОНЕЦ Все, я думаю, что пока хватит. Заметили перемены? Было сначала по одному, потом по другому. Ну что, если кто-то готов поделиться, что за чувства вас рождает эта музыка, то поднимайте руку. Можно любые. Прошу вас. Любопытство. Любопытство? Интересно. Так, что же, давайте, девушка. Сначала была тревога, потом любопытство, потом страх. Тревога, любопытство, страх. Вот это да. Хорошо. Прошу вас. Да, там можно на тревогу и возникает атмосферка с каким-то сочетом производственным, что было можно в начале разного верха. С производственным? Как интересно. Вот это промышленное всё, машины большие, да? Я помню вас. Отлично. Может быть, у вас возникло такое чувство из-за того, что там часто повторяется мотив, как будто механизм какой-то, да? Интересно, обсудим это. Так, давайте вы, а потом вы. Прошу вас. Сначала шутень, а на цыпочках. На цыпочках сначала. Ага, подкрадывается. Ага, уверенно гоняет свою линию. Уверенно гоняет свою линию. Ух ты, вообще по-другому. Смотрите, там был страх у девушки, у вас ушло линия уверенно гнётся. Давайте. Я присоединяю к девушке под тревогу, что мне напомнила в пещере Горного Короля из Петрушки. А, в пещере Горного Короля? Я никогда не думала об одном сходстве. Спасибо, что подарили эту ассоциацию. Здорово. Прошу вас. Мне показалось, мне любопытство дало, потому что это похоже на музыку фильмов Санерсена или начальника вот фильма, Бёртона. Ага, и Бёртон, и Андерсон. То есть у вас такие киноассоциации сложились. Очень хорошо. Я вас поняла. Спасибо. Из этого было шоу любопытство. Прошу вас. У меня возникло ощущение, что некто пьяный. Какая некто была в педагоге, а потом он как бы пришёл домой и устроил скандал. Был некто пьяный, а потом пришёл домой и устроил там скандал. Я ему скандал такую ученю. Я вас поняла. Слушайте, как интересно. А можно ли сказать, что вам было весело от этой сценки? Нет. В конце не было. Хорошо. Так, давайте ещё выслушаем буквально два мнения, и нам пора идти дальше. Ладно? Так, кто вот... Давайте, вот вас прошли. Прошли. В конце предчувствия веселья. Предчувствия веселья. Какая важная ассоциация? Давайте это запомним. Предчувствия веселья. А может быть, не веселье, а у кого-то там было неприятное предчувствие. Да, кто-то что-то замышляет. Кто-то что-то замышляет. Интересно. Хорошо. Но сейчас я поделюсь с вами своим чувством от этой музыки, потому что оно... Я бы сказала, что у меня оно довольно сложное. Чтобы его точно передать, я вам сыграю кусочек на рояле. Я имею в виду скорее вторую часть, чем первую. Вот давайте на ней сконцентрируемся. Там такая мелодия сверху, она играется... Вот руку надо вот так растянуть, играть октанами, вот так вот. И мелодия эта для меня даже вот немножко меня больно колет. И колет меня ещё, знаете, так... И ещё, и ещё, и ещё, и ещё. Вот она в каком-то он заедает её, как будто это иголка швейной машины меня колет вбок. И она вся такая немножко ядковатая, но не слишком. А на фоне, ну вот эта мелодия у меня прям так, а-а-а-а, я бы сказала кисло. То есть прям я предчувствую, что это может быть плохое. А на фоне играют струнные и делают это развесёло. Я вам когда это показывала вот так вот, но на самом деле они, конечно, делают триям. Да, струнные делают триям. И они делают следующее. Как от такого не развеселиться, скажите мне? И у меня получается странная история. В голове у меня... А тело делает... И у меня получается какая-то... Ай! Ай! Я понимаю, что это может выглядеть весело, но внутри меня, поверьте, чувство закрадывается довольно трагичное. Да, и при этом смотрите, интересно, что молодому человеку пришла сценка с пьяным. Здесь ничего этого в музыке нет про пьяного. Это просто ассоциация. Уж как и должно быть. Но ведь сценка тоже не очень весёлая. Вроде бы пьяный там упал что-то, да? Но не весело. Но как будто грустно. Как будто мрачноватый получился юмор. Сейчас я хочу ещё раз вам показать одну деталь, которая связана с повторами одного и того же мотива. Композитор наставил на нём. И я бы прорисовала его кружочками. Обычно всем это нравится. Давайте же и мы послушаем ещё раз этот мотив. Стоп, и заметили последние ноты какие странные? Гораздо лучше было бы, если было бы... Ну, лучше. И в этом тоже есть ощущение предчувствия чего-то страшного. На самом деле, очень-то такая эта музыка непростая, трагичная, но и смешная тоже. Какими же приёмами это достигается? Отчасти я вам проговорилась. Помните, я показала вам фактуру баса? Умца, умца, умца. Она танцевальная. А отчасти там есть странные ноты. На этот счёт я тоже проговорилась. Да, вот эти болезненные какие-то ноты. Немножко ниже, чем они должны быть. Если их исправить, то у нас получится стандартная, относительно европейская музыка, которая могла бы быть французской, немецкой, какой угодно. Ну, было бы, например, так. Сейчас. Получается, композитор здесь использует фактуру баса и какую-то особенную ладу в правой руке. Ладу – это просто набор нот, которые он выбирает. Ноты там могут быть до рэми, но какого цвета они будут, вот об этом нам говорит лад. Какая-то нота там будет чернее, чем нужно. И сейчас я вам... Ну, давайте так. Последний вопрос у меня к вам есть. Вот мы сегодня с вами по поводу Клезмера собрались, а я вам такую музыку включаю. Но не просто же так. Вы слышите здесь черты Клезмера? Да. Хорошо, давайте перечислим в чем они, давайте. А, или вы просто... Как будто они поют ой-ой-ой в конце? Ух ты, какая интересная ассоциация. Хорошо. Да, давайте. И в Клезмере очень много вот таких басов. А также в Клезмере часто бывают ноты не европейские, которые как раз отличают его от той культуры. Другой набор нот. И, конечно, композитор, который писал эту музыку, имел в виду еврейские мотивы. И вот что он говорил по этому поводу. Прочитаю цитату целиком. Композитор, который написал это, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. И я слышала, что вы догадались, потому что я иногда из зала слышала... И тогда я поняла, что вы что-то знаете. Давайте же посмотрим, что он говорил, и что он вообще... Это загадка. Зачем он здесь использовал эти еврейские мотивы? Может быть, он что-то там спрятал? Ну, я бы так и не сказала. Итак. Если говорить о музыкальных впечатлениях, то самая сильная на меня произвела еврейская народная музыка. Я не устаю восхищаться ей, ее многогранностью. Она может казаться радостной, будучи трагичной. Ой-ой-ой-ой. Да, как молодой член, я не послышал. Почти всегда в ней смех сквозь слезы. Это качество еврейской народной музыки близко моему пониманию того, какой должна быть музыка вообще. В ней всегда должны присутствовать два слоя. Эта цитата немного приблизила меня к пониманию, почему Шостакович довольно часто обращался к еврейской теме. В данном случае это вообще загадочно, потому что произведение, которое мы послушали, это одна из частей трио памяти Сумертинского. Вот Сумертинский. Он не еврей. Может быть, еврей Шостакович? Нет, он не еврей. Зачем он использовал в трио памяти своему другу, который скоропостижно скончался, Сумертинский был музыкальным критиком, еврейские мотивы? Дело в том, что Шостакович был очень большим защитником евреев и выступал всю жизнь против антисемитизма в очень разных формах. И если задуматься, почему он это делал, не обладая еврейскими корнями, то можно прийти к следующему выводу. Мне кажется, что он видел в гонениях евреев отчасти свою судьбу. Он чувствовал себя, ну, сейчас я скажу банальные вещи, но давайте их преодолеем. Он чувствовал себя непринимаемым советским обществом. У него были проблемы, связанные с политикой. Он чувствовал себя неким меньшинством, которое ничем не заслужило то, что его не любят. И он вдохновлялся еврейской музыкой. Это одна из причин. Вторая нам откроется позже. Еще раз уж я сказала, что Шостакович был связан с борьбой с антисемитизмом, давайте я упомяну еще один факт, который пришел мне в голову именно сегодня. Именно благодаря тому, в каком месте мы находимся. В музее. Я сходила на экскурсию. Она была совсем короткой. И экскурсовод Ася ради меня ее провела в удобное для меня время. Единственное удобное, за что я большое спасибо. И там я увидела один экспонат. И вдруг вспомнила, что я где-то уже видела его раньше. Дело в том, что Шостакович был очень близок с семьей. Вот этого человека по имени Соломон Михоэлс. Вот. И здесь, на этой фотографии, Соломон играет короля мира в одной из постановок. И его жизнь оборвалась трагически. Его, кажется, по заказу властей, я здесь не разобралась до конца, в общем, он погиб под колесами транспорта. И, кажется, все сходились во мнении, что он попал под них не по своей воле и не случайно. И Шостакович был очень близок с его семьей, и он сразу же... Ничего, мы сумеем с этим что-нибудь сделать, если что-то начнет меняться. Ничего страшного, я договорю так. И приехал, например, сразу же после известия о смерти Соломона к его семье, к его дочери, и он сказал тогда такие очень непонятные, довольно жуткие слова, что он сказал, я так ему завидую, но он ничего не имел в виду плохого. Он имел в виду, что Соломон уходит в лучшем мире, что больше на него никаких гонений не будет устроено. А почему я вспомнила об этом именно сегодня в музее? Потому что та одежда, в которой выступал Соломон, хранится здесь в музее. Видели этот экспонат? Кто видел? Отлично! А кто еще не видел, посмотрите. Вот теперь вы будете в него проходить и вспоминать. Смотрите, я уже упомянула, что в той музыке, которую я вам включала, есть черты Клесмера. Но предположим, что вы Клесмера никогда не слышали. Вы меня уже перед началом немного смутились, сказав, что ха-ха-ха, может быть, мы и не слушаем его каждый день и не ходим на эти дорогие свадьбы. Поэтому, чтобы доказать свои слова, я вам включу один из примеров Клесмера, и мы сможем сравнить его с тем, что мы слышали до этого. Называется будет этот жанр Клесмера «Зейт гизунт». Извините, если как-то не точно. И это в прямом... Это слова «будьте здоровы». Правильно? Это прямой перевод? Отлично! Это одно из таких традиционных песнопений, которые были потом положены на компонимент и игрались на улице. И как только вы услышите первые ноты, вы без слов поймете, что я имею в виду и какие сходства есть с мужикой Шостаковичем. Послушаем. Стоп, там начало промерцало. Ну-ка еще раз. Что-то у нас это пахнет жареным. А, Михаил сейчас что-то сделает. Он показывает такой жест. Мне уже страшно. А что это значит? А вы хотите провод под... Что-то... Я здесь не работаю! Что-то... Ага... Ага, поняла. Это мой обычный способ управляться с техникой. Я тоже умею ее перезагружать. И обычно это работает. Ничего страшного, если что. Сейчас соображаю. Ну, сыграю, конечно. Пусть там скрипка играет красиво. Это умеет играть на стрелку. Есть ступать в зале? Несите инструмент. Несите инструмент. Ну-ка попробуем еще раз. Ждите. Продолжение следует... После медленного начала, осторожно, скачивая на цыпочках, как вы сказали, наступает основная мелодия и плавно входит в силу. Подождем еще. Слушайте этот момент. Сейчас. Ну, отлично. Акомпанемент у нас был очень уховичный и очень веселый. Вот такой. Вообще, такое называется в оркестре функциональный бас, и бедолада, самый низкий инструмент, который будет найден из присутствующих, играет именно это. То есть это может быть тумба, фагот, контрабас, что угодно. И это то, что роднит, как мне кажется, Кресмер даже немножечко с джазом. Упс, поговорим об этом позже. Ну, секунду. И я надеюсь, что пример, который я вам сейчас показала, убедил вас в том, что черты Кресмера есть в трио памяти Савертинского и Шостаковича. Может быть, самое время рассказать о том, что такое Кресмер? Давайте поставим такой вопрос. Что такое Кресмер? Давайте так. Я представлю вам определение, но оно, заранее скажу, будет плохим. А ваша задача со мной поспорить. Я вот говорю, а вы говорите, согласны или нет? Так, ну вот давайте. Ну, Кресмер – это народная еврейская музыка. Нет. Нет? Уже нет? Хорошо, а папа или ничья? Ашкиназский на вас. У вас тоже не нравится. Не народная, а традиционная, не еврейская, ашкиназская. Хорошо, да. Ашкиназ на вас не обидится, чтобы их из евреев исключили? Ашкиназ. Ой, простите, я сказала что-то, что будет дискуссию. Я этого не хотела. О, привет. Давайте не будем тогда. Хорошо. Ну, хорошо. Традиционная ашкиназская музыка. Кресмер – это та музыка, в которой бас должен быть ам-ам-ам-ам. Тут мы задумались, мы этого не знаем. Ведь и правда, может быть, есть примеры, в которых Кресмер совсем другой, но в как минимум важной его части бас именно такой. Кресмер – это музыка, в которой ноты в правой руке, у скрипки, у рояля, у какого угодно инструмента звучат не европейски. Никогда не европейски. Но, по моим наблюдениям, там есть несколько примеров, которые звучат в не особенных нотах, но в целом вы правы. Спасибо большое. Большое спасибо. Что-то с ним случилось, но это ничего. Все в порядке? Работает? Ну, так честно. Я это уже делал сейчас. Ну, ничего, ничего страшного. Все хорошо. Ну, давайте пока проточим, ладно? Ну, там красивый синий экран будет, это ничего. Все в порядке? Да? Да? Сейчас, давайте секунду подождем. Случится или не случится? Нет? Не случится? Все, случилось. Меня запретили больше трогать компьютер, сказали только тыкай в него этой штукой и все. Все, спасибо. Огромное спасибо. Все. У нас есть гипотеза, что неизменная часть клесмера – это его сложный лад в верхнем слое. Я вам сейчас и получу очень необычный для меня пример клесмера, который это подтверждает. И потом мы поговорим о том, почему там именно так. И уже после попробуем составить его определение, что будет довольно сложно. Вот, послушайте. Сейчас цвет розыка, который состоит из нескольких фраз, нескольких кусочков. И, мало того… Человечка? Нет? Случай не отворачиваться от экрана. Смотреть на экран, когда будет изображение. Факт? Факт. А вы не переживайте. Если даже что-то будет… Если он выключится, мы тоже что-нибудь придумаем. Да вообще все будет в порядке. Все будет хорошо. Все будет слабо. Пока дадим ему шанс. Да? Не так уж нам сильно и нужно. Возможно, он знает, что нам нужно и капризничает. И вот эти прекрасные ребята будут играть музыку с четырех фраз, каждый из которых набор вот разный. Послушайте, это сверхнеобычно звучит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ведь как начинается первая фраза? Ну, с небольшой такой хитростью, но в целом нормально. А потом идет вторая. А потом вдруг музыка передумывает и идет вообще вот так. Думаю, так. Она такая, я передумала быть радостной, потому что Шостакович завещал, что во мне должно быть два слоя. И она меняет свой лад. Становится грустной. А на фоне возникает вот такая звенистая штука. А потом она передумывает снова и такая. И возвращается в первую ноту. В каждой из этих четырех фраз есть свой особый лад, то есть уклад звуков. В современной музыке вы такого практически не встретите, только если вы слушаете какой-нибудь электронный авангард, израильский. Во все остальные музыки нормальный композитор будет делать следующее. Он будет вначале говорить. Набор нот у меня будет. Дороги по своей России. Отклоняться я от него, пожалуй, не собираюсь. И лады, которые буду использовать, будут состоять только из двух вариантов. Мажор и минор. Европейские лады. А здесь лады, как вы понимаете, совсем не европейские. И я прошу вас, это самый сложный фрагмент лекции, потом сложных не будет. А здесь со мной вместе сложность преодолеть. Дело в том, что я, моя гипотеза состоит в том, что вся сложность и красивые переливы всех еврейских, безмерских напевов, вот таких вот, они пришли из аннигуны в том числе. Аннигуны — это пиет, церковные песнопения. В сущности, что другое могло доставить эту музыку с древних времен в современность, кроме религии, которая ее скрепляла? Вот вы знаете... Сейчас подробно расскажу немного. Сейчас, сори. Я чуть-чуть потеряла мысль. Самую капельку. Сейчас все хорошо, все хорошо. Сейчас самую капельку потеряла мысль. Итак, давайте заново немножко. Когда мы слушаем любую старинную музыку, будь то еврейские уникуды, григорианские хоралы, странные старинные африканские песнопения, везде в них набор нот кажется нам немного диковатым. Его не всегда удобно петь. Вот скажите мне, пожалуйста, спеть как в одесском Клезмере, например. Это же гораздо удобнее, чем спеть сделав в вокале огромную дырку. Естественным образом такая дырка как будто не могла сложиться. Люди обязаны петь удобно, обязаны идти вслед за своим голосом и выживает обычно в музыкальной эволюции то, что было удобно для всех, то, что все поддерживали. Для меня это долго-долго было загадкой, пока я не обнаружила, что к набору спуков древние люди относились совсем не так, как к современным. Они не видели в нем гораздо более глубокий смысл, который передавали. Например, когда мы говорим про григорианские хоралы европейские, то там было устроено так. В негунах похоже, но я опасаюсь про них говорить подробно, там очень все непросто. Я пусть куда-нибудь скажу, что Ашкеназы евреи, а вы мне скажете ха-ха-ха. Как уже сказали. И то какой-нибудь очень странный, странный кусочек ладок, кусочек мелодии, который там звучит, он использовался для того, чтобы в этот момент в мессе звучала, например, похоронная строчка. Чтобы люди, которые не знают текста или которые его должны припомнить по звукам, резко у них это воспоминание здесь возникло. То есть наборы нот использовались как смысловые единицы. Сейчас не так. Сейчас мы делаем это все для красоты. Негуны были очень по-разному устроены. Были те, которые более европейско звучащие, более восточно звучащие. Мы говорим только про европейский. И в них сформировались несколько традиций странных сочетаний звуков, которые были связаны с текстом, который звучал на фоне. И получились три самых знаменитых еврейских кресмерских лада. Потому что потом негуны обросли аккомпанементом из светской музыки и, собственно, и стали ранним кресмером. Давайте посмотрим эти лады. Первый еврейский лад называется так, как написано на экране. Может ли кто-нибудь прочесть это для меня? Да, именно так он называется. И смотрите, каждый из этих ладов я не просто так буду вам его показывать, а понимаю, что вам вряд ли это понадобится. А мы с вами поразмышляем, какие телесные реакции он у нас рождает и какие интенции дарит музыка, когда мы его используем. Первый — это мажор с низкими второй, шестой и седьмой ступенями. Это для меня, это не для вас. Вы пока не думайте. Я вам это сыграю. Итак, смотрите на кружочки. Они неравномерно расположены. Ну, пускай это будет первый. Вторая ступень. Низкая, да, такая загадочная. Едем дальше. Высокая третья ступень. Дальше все относительно благополучно. Слушаем еще раз целиком. Ой. Это очень странный лад. Дело в том, что он взял из себя кровно половину мажора и ровно половину минора. То есть несколько нот, которые я нарисовала розовеньким, они дают нам краску, ну, такую, оптимистичную. Давайте я сыграю только их. Видите, как хорошо. Явно радостная будет музыка. А остальные ноты, давайте я с первой сыграю, чтобы она была надстрочной. Вот они. Дают ощущение, которое как будто бы дальше произойдет что-то плохое. Что-то в них есть такое, темноватое. И по-хорошему, музыковед, который работает в европейской традиции, например, я, если бы мне дали эти ноты сказали, а не мажор или минор, я бы сказала, ровно 50 на 50. Получается, что он такой философский. И не про хорошее, и не про плохое. Это очень свойственное еврейское музыки. Подождите, теперь давайте второй лад посмотрим, потом послушаем музыкальный пример. Так, лад называется так. Есть кто-то, кто произнесет это для меня? Миша-бэх. 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 Вот так он называется. Это очень известный лад, который звучит совсем по-другому, с другими смыслами. Тот у нас давал небо-загадочность, ощущение от жизни, что в ней есть ровно наполовину зло, ровно наполовину добро. Что даст нам этот лад? Это у нас минор с низкой второй, высокой, седьмой ступени. На самом деле он такой, я бы сказала, что он не очень трагичный. Он скорее про что-то вот такое темное в начале и светлое в конце. Благословление. Ой, значит, там темного нету по смыслу, но я его там чуть-чуть слушаю музыкально. И вот этот лад был особенно близок Шостаковичу и неспроста. Помните, мы с вами отчасти решаем задачу, зачем Шостакович обращался к темам Квесбера. И вот сейчас будет одна из других причин, почему он это делал. Мы сейчас вернемся к тому времени, когда Шостаковичу было примерно 20 лет. Выглядел он как на этих фотографиях, только был немного стройнее. Экран его расширен, поэтому вам нужно мысленно в своей голове представить его немного худее. На первой фотографии ему и вовсе 15 лет, да, а вроде уже и Шостакович такой же грустный, как и во всей оставшейся жизни. И вот представьте, когда Шостаковичу было 20, с ним произошла такая ситуация. Он написал свою первую симфонию. В 20 лет в целом самое время. Но обычно эта история заканчивается только одним. Всегда первая написанная симфония проваливается с треском. А у него она не провалилась. И когда он увидел, став знаменитым на следующий день, что про него написали газеты, то он увидел в них свою фамилию. Точнее, вот в таком виде он ее увидел. Он увидел, что про него написали Д.Шостакович, а дальше это вот не оригинал газеты, это другой пример несколько, но представьте, что дальше был репортаж про его первую симфонию. И вот он смотрит на эти буквы, смотрит на них, смотрит еще и вдруг понимает следующее, что их можно сыграть нотами, потому что для них в нотном мире есть звучание. Если кто-то из вас когда-то играл на гитаре, то вы знаете, что А, М, Д, М и Е это аккорды, потому что А это ЛЯ, Д это РЕ, Е это Ми. И вот те четыре буквы, которые вы видите на экране, тоже могут быть сыграны у меня на рояле. Ну-ка, давайте попробуем. Кто знает, какая нота обозначается буквой Д? РЕ. Вы все знаете. Прекрасно. Ну подождите, дальше будет сложнее. Кто знает, какая нота обозначается буквой С? Все еще не сложно. Тогда давайте скажите мне про H или H. И это знаете, Боже, здесь уже начинается сложность, потому что кто-то обозначает буквой Б на тусе. Вы молодцы, знаете. Но последнюю точно не отгадаете. Какой нотой? Не бемоль. Написано? Ну хорошо, но здесь я не предусмотрела для вас эту сложность. Интрига исчезла. Я хотела, чтобы было красиво. Ну давайте так. Просто скажу, что на самом деле никакой ноты С как змейка в природе не существует. Но никто из нас в здравом уме не будет произносить эту букву как С. Мы все говорим С. С как змейка. А вот С как ЕС уже существует в нотах. Потому что Е это Ми, а С это Ми бемоль. Как только Шостакович это видит, он, подозреваю, приходит в сильное волнение и бежит скорее играть. Что получается, если сыграть Дмитрий Шостакович? Я вам сыграю, а вы можете уже начинать думать, можно ли сыграть ваш мотив монограмму? Подходит ли у вас имя-фамилия для этого? Вот Дмитрий Шостакович звучит так. Довольно страшно. Вы знаете, его родители не знали, не могли подгадать, не могли сделать какой-нибудь более подходящий мотив. Они не опирались при выборе имени на мотив монограммы. Были и другие композиторы, у которых она встречалась. Например, Иоганн, Себастьян, Бах. У него четыре буквы фамилии Б, А, Ц, Х, отчасти совпадающие. И его мотив монограммы звучит немногим лучше. Послушайте. Ну, вот такое. Но Бах тоже с этим справлялся. Нам интересен Шостакович. И вы знаете, вот четыре ноты, да, четыре ноты у него получились. И он дальше начал с помощью этого мотива монограммы в буквальном смысле расписываться, оставлять везде свою подпись. Вот видите, с лучшими пожеланиями, Дмитрий Шостакович. Именно эти ноты, дальше немного грустный факт, сейчас помещены на его могилу, то есть как раз в память о нем обязательно ранили Мольдоси. И это те ноты, вот видите, ДСЦХ, которые дали название сейчас единственному изданию, которое может публиковать Матта Шостаковича, которое принадлежит его потомкам. И также Шостакович написал довольно много музыки, в которой использовал этот мотив монограмму. Одну из них я предлагаю вам послушать, буквально самое начало. Все в порядке. И сейчас еще раз. И еще. И еще. И еще. И сейчас они все вместе произнесут тест. Это самый начало восьмого квартета, который Шостакович весь написал исключительно на своем мотиве монограмме. Тут вы думаете, а почему мы так много об этом говорим? Помните тот лад, который я вам показала последним? Давайте попробуем сыграть его от Си, отложить нужное расстояние, которое я нарисовала. Вам ничего пробовать не надо, это надо сделать мне. Ведь какая хорошая новость. Первые три ноты совпадают, дальше не совпадают немножко больше Шостаковича бы подошло, если бы четвертая была такая. Но четвертая нота оказывается пониженной, а понижение ступеней это как раз тело из еврейской музыки. Помните, до этого показывал вам другой лад, в котором мы нарочно опустили несколько нот, запутало меня между мажором и минором. И по сути тот способ, которым эти ноты укладываются в лад, очень напоминает формирование еврейских ладов. То есть, грубо говоря, много из музыки Шостаковича, которую он писал, не опираясь никакие еврейские интонации, все равно их имеет, потому что их имеет его мотив монограмма. У Шостаковича, все никак не могу от него отстать, но что поделать, он очень много использовал тех мотивов, которые нам сегодня нужны. Есть одна музыка, в которой он использовал именно тот лад, который я вам показываю. Я вам дам послушать из нее буквально 10-секундный отрывок. Послушайте. Давайте еще раз. Женщина поет. Если убрать все ступени, которые делают эту музыку еврейской, то получится следующее. И у меня случайно даже сейчас голос вместо «лю-лю-лю-лю-лю» спел «лю-ли-лю-ли». Потому что ступени получились вовно такие, которые подходят именно «лю-лю-лю-лю-ли», какой-нибудь такой славянской при сказке колыбельной. А она использует именно вот этот лад, который вы мне назвали. Ну и давайте посмотрим еще один лад интересный, который для нас будет наверное самым важным и дающим наибольшее количество информации. этот лад я не нашла у него никакого еврейского названия, но в классической гармонии мы называем его доминантом. Ну-ка я вам его сыграю, а вы отгадайте, какой самый известный пример Глезмера, хоть и авторский, написан именно в этом ладу. А если так? Да. Я хотела сделать так. А на фоне сыграть этот доминант и вилан. Давайте посмотрим, что получится. есть репотеза, что в принципе то, что получится уже можно назвать Клезмером. Котик Рамоль Ну, конечно, не хватает ни ритма, ни красоты мелодии, но вы уже угадали. Я имела в виду Хава Нагила. Звучит она так. А дальше мне нужно начинать играть быстрее и быстрее до оба помрачения. Причем я смотрите, какая штука. Я не делаю это специально, а мое тело само начинает играть каждый раз немножечко быстрее. Это мне подсказывает делать доминант особой ступени. Ну-ка я попробую немножечко показать, что я имею ввиду. Положи бы сюда вот алфавит. Нет, здесь он будет трогать компьютер и он даст сдачи совета. Положи бы сюда. Игорь 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 Сейчас, когда я играла, со мной происходила вещь, которая меня ужасно занимала в подростковом возрасте. У нас была забава, когда мы учились в училище. Если педагог выходил из класса, то мы иногда, будучи шаловливыми подростками, начинали играть Хава-Нагила. Мы делали... Нас это очень веселило. Мы очень абсолютно обожали эту пьесу. И этот это музыкальный шагер. И челлендж был в том, чтобы как можно дольше не начинать играть быстрее, хотя очень хочется. И это была по сути игра. Человек, который старается не сыграть быстрее, мучает слушателей, которые мечтают, чтобы он скорее ускорил музыку. Потому что у них начинаются очень странные тики, да, такие уже хочется в пляс. При том сказать, что музыка это страшно развеселой нельзя. На самом деле я чувствую в этом напеве скорее приближение чего-то такого. Темного в самом лучшем смысле этого слова. То есть на самом деле звучит очень загадочно. Если его петь, если не иметь в виду никаких контекстов, чисто музыкальная теория. теория слава there which which that приближается, а что будет, и не факт, что хорошая. И есть следующая причина. Мой европейский слог, человек, который воспитан на музыке из важности и минора, знает, что в хаванагилло первая нота не может быть устойчивой. Сейчас. Как только я делаю вторую ноту низкой, как только я делаю вот такой вот перешенчик, который есть здесь в ладон, и говорю, дорогой слушатель, это первые три ноты произведения. Он говорит, нет, это последние три ноты произведения. Следующая будет такая. Я такая, нет, 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 это три первых ноты произведения, и они вернутся обратно. Финал, можешь хлопать. Он такой, я не буду хлопать. Потому что не бывает в европейском ладу такого места, где первая нота при этом остается устойчивой. Это последовательность с точки зрения европейской музыки. Я только сейчас поняла, что это немного сложновато звучит. В моей голове это звучало проще. Но я вам скажу так. Если я начну играть эту мелодию не с первой ноты, а с четвертой, то у меня получится, все у меня будет в порядке. Смотрите, первые пропускаю. Икс, икс, икс. Да, не без восточного оттенка, но уже относительно устойчивая конструкция. А первые ноты все время дают организму понять, что что-то будет дальше. Это доминанта. Доминанты мы называем, мы музыковеды, самый неустойчивый аккорд в тональности, который только можно себе представить. И этот аккорд неустойчив не только с точки зрения истории, а с точки зрения физики. Сейчас я вам сыграю ее несколько раз, и вы ощутите, что у вас есть ощущение, что я делаю что-то не так, что дальше должно последовать что-то, чего я вам не даю, и вы меня немножко за это возненавидите. Давайте проверим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Большое спасибо, что отценили мою юристическую сценку. Но ничего смешного я не показала, ведь это в буквальном смысле хама на гилах. Просто отсыграно в сильно упрощенном варианте, в столько гармонической основе. Чем отличается то, что... Давайте, ладно, давайте сделаем следующее. Ай, как хорошо стало, да, сразу по душе? Как прекрасно. И вот, ну, ничем не отличается то, что я сыграла, хотя я запросила тут вам и арфу, и то, и сё, от самого начала хама на гилах. Вот давайте так. Я сейчас буду играть ее немножко по-другому и порываться все время ее закончить по-европейски. Это тоже должно получиться довольно забавно, но очень скучно. Это будет такой британский юмор, улица, на которой ничего не происходит. Согласитесь, никуда не годится. Вот это я с помощью насильно решила превратить Клезмер в европейскую музыку, вот подчинить его европейским законам гармонии. И чувствуете, пропала вся прелесть, вся прелесть темной мелодии и того, что нас интересно заводит танцевать на фоне. И именно поэтому мы упражнялись в этом музыкальном остроумии и договаривались с ним начинать играть быстрее. Вы уже понимаете, почему быстрее, да? Потому что когда мы не даем организму разрешения, он требует от нас дать им выпустить скопившееся с помощью музыки напряжение любым доступным ему путем. Например, сыграть быстрее. Это ловно та же история, которая происходит с студентом-пианистом, когда он собирается выходить на концерт. Он стоит перед дверью, у него уже все выучено. Стоит рядом педагог и говорит ему, не ускоряй, пожалуйста, выйди, не ускоряй. И вы выходите на сцену и понимаете, что если вы сыграете быстрее, вы не попадете в пассаж, но начинаете, потому что у вас сильно колотится сердце. Вам уже очень хочется хоть что-то сделать такого, чтобы это напряжение спустить. И вы ускоряете. Ровно та же причина, почему мы начинаем быстрее танцевать от хала на вина. Какие выводы нам это дает? Те музыкальные ходы, странные для меня, которые есть в этом доминантовом ладу из Клезмера, пришли из Нигун. В Нигунах они получились не просто так, они были нужны для религиозных песнопений. Но раз они уже так сложились, то сама музыка подсказывала некоторые произведения Клезмера начинать медленнее, а продолжать быстрее. Из этого сложилась такая двойная форма, когда у нас есть интригующее начало и яро-плесовая вторая часть. Особенно это происходит с Клезмером в свадебном. Здесь чуть-чуть понятно? Хорошо. А вот здесь я должна была вам рассказать, почему он так называется. И про Хаванагилу вот так. Лады – это то, что, скорее всего, досталось Клезмеру по наследству от Нигуна. Клезмер – это, насколько я поняла, музыка, которая звучала всегда на улице. И изначально она звучала, но были религиозные песнопения, которые легли в основу того, что люди начали уже танцевать, когда праздники вышли из-под поля или стали проводиться уже в более широком формате и превратились в Клезмер. Но что-то он взял и от светского влияния. Давайте я вам дам послушать кое-что, и мы найдем с вами еще одну деталь. Медленное начало. Мы уже поняли, что начало медленное, потом быстрое. Это изолада. Послушаем. Медленное начало. Медленное начало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь вторая часть. Потом объясню, почему некоторые кружочки у меня такие более желтые, другие более синие, фиолетовые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, смотрите, я думаю, скажите, мне чисто, что у меня социологический интерес. А вам эта мелодия знакома? Вы ее часто слушаете? Нет. Нет? Она знакомая. Она знакомая, но вы слушаете ее не часто. По празднику. На чертаж похоже. Похоже. Да, это я так вас изучаю. Я пытаюсь понять, какой роль Клесмер занимает в вашей жизни современный израильский? Никакую. Никакую. Случайную. Никакую? Вот, окрестную. Случайную? Так, если на фестиваль зашли, то послушали? Да. Ага. Ну, хорошо, тогда знакомьтесь с Клесмером. А что я тогда так боялась? Я думала, я там что-нибудь произнесу, не так расскажите. Это моя любимая песня, на будильнике у меня стоит. Кстати, на будильник такое поставить очень хорошая идея. Ну, давайте, потому что она сразу всех будет. Вот, есть такая мелодия, да, известная. И я вам все себя сыграю, а вы мне скажете, что из этой мелодии никак, ни в каком виде, ни в каком роде не могло быть в религиозном песнопении. То есть мы уже поняли, что какие-то там сложные ноты, красивые, темные, вот эти вот, вот эти вот, они не могли быть в песнопении. А вот каких точно быть не могло. Вот, давайте, вы сопоставили желтые и синие кружочки с тем, что я играла? Вот, пошли. Повторение. Да, согласна. Повторение быть не могло. А особенно повторение на таких нотах. Вам не кажется, что начало я уж никак не смогу произнести с каким-нибудь благостным религиозным лицом? Начало мне хочется спеть, если я буду это петь, как-нибудь вот так. Ла-ла-ла-ла-ла! Те ноты, которые я отметила синеньким, они очень красивые. Они как раз выбирают особый еврейский лад. Но они спокойные и никак не могут произноситься залихватски. Ну, ничего в них такого нет. А начало такое. Вот их я имею в виду, когда говорю, что Клезда распытала себе некое светское влияние. Это интонация таких, ну, площадных запевов. И это еще одна уловка, с помощью которой Клезда заставляет нас выть, взять и разбеселиться. Дело в том, что это ноты, в которых с точки зрения музыкальной теории, не болтается, ничего не происходит. Это просто некая настройка. Это подъезд наверх по нотам тоники, по нотам привычного первого аккорда. И когда мы слышим, мы понимаем, что нужно прислушаться, и что-то вот-вот произойдет. И оно начинает происходить. После этого идет повтор, как вы сказали, которого тоже не могло быть. И повтор с небольшим очаровательным изменением. И вот тут я вынуждена вам признаться. Я не смогла найти, откуда именно в Клезмире появилась такая завихадская интонация. И здесь у меня есть гипотеза, что она появилась немножко из венгерской или балканской музыки, которая оказала влияние на Клезмир. Давайте на это мы сойдем все-таки верно. Итого, у нас Клезмир в какой-то момент из такого более спокойного перерастает в Залихватский, в котором все еще есть особые лады, но уже появляются подъезды наверх по тоническому трезвучию. Послушаем тогда еще один пример. Тот самый Мазл Тов. Я вам включу эту музыку в современной обработке. И у меня будет к вам вопрос. Что выдает то, что эта обработка современная? Там будет одна деталь суперочевидная, а вторая, как мне кажется, супернеочевидная. Послушаем. Мазл Тов. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, давайте здесь остановимся. Что выдает, что обработка современная? Ну, давайте. Похоже, как будто это аранжировка из русского ресторана. Аранжировка из русского ресторана? Сформулировано хорошо. А что выдает русский ресторан или ресторанность? Подождите, подождите. Ну, точнее. Русский ресторан. Хорошо. Извините, дайте девушке продолжить. Что? Ударные появились. Поболее слышные. Ударные, которые сразу немножко снизили. Вам не кажется, что они снизили художественный градус музыки? Хорошо. А как Вы это объясняете? То, что к Леснеру не идут современные ударные инструменты? Ну, смотрите. У кого есть гипотеза? Давайте так. Вот молодой человек, давайте. Мне кажется, молодой человек стоит на самом деле сам по себе. Он еще перевернулся сначала, и потом, когда продолжить. Если вы добавите удар, то они как бы решают это выявление. Я бы с Вами практически на 100% согласна. А Вы еще хотели добавить? Давайте. Еще раз спрашивали о том, что в Клесбере они подобегаются, которые они быстрее быстрее, а ударные, которые не способствуют. Тяжело достать свободно, но скорее на тэп. Трудно упрощают. Отлично. Ударную прощают. И здесь еще прозвучало такое мнение. Тяжело таскать с собой. Да. Я думаю, что Вы заметили, что в Клесбере инструменты, какие-то скрипка, кларне, походные инструменты, те, которые всегда можно быстренько достать с собой, которые не нужно как-то долго перевозить. Фортепиано там как будто бы не к месту. Но это уже исторические детали. Давайте вернемся все-таки еще раз к ударным. Почему они не идут к Клесберу? Главное чудо, которое создает Клесбер, и что отличает его от всей истории музыки, это то, что он создает своим ладом, музыкальной структурой, очень сильное напряжение, которое вливается в то, что человек должен спеть или станцевать. А ударные – это всегда та деталь, которая помогает нам тут же напряжение сбавить. Они берут его на себя как салфетка. Мы ее кладем в напряжение как в воду, она ее впитывает, ну, потому что ударные упорят, чем будут все, как Вы правильно сказали, сразу же дают нам ощущение расслабления. А зачем нам в Клесбере расслабления? Нам нужно, чтобы мы все время были в каком-то напряжении. Хорошо. С этой деталью Вы справились. Но была еще одна, которая выдает русско-израильский ресторан именно в этой рожеводке. Ваши гипотезы. Давайте я выслушаю, а потом, если что, включу еще раз, потому что по моей гипотезе нужно это услышать со второго раза. Прошу вас. Молодой человек, да? Да. Мне кажется, взгляд. Ну-ка! А подробнее? А почему Вы так сразу услышали? Вы молодец. И Вы. Давайте. Вау, пожалуйста. Слезда, как и гипотезы, очень часто боятся споры. Или мне очень... Мне кажется, что очень свойственно переспоры на модуляции. Ага! Я Вас поняла. Давайте присним, что Вы имеете в виду под модуляцией, которая здесь произошла. Это тот момент, когда у нас брови идут наверх. Вот так. Сейчас мы переслушаем и прислушайтесь к движению своих бровей. Когда они поведут Вас наверх, значит, произошла модуляция. Показывай мне бровей. Все спокойно. Ну что это такое было? Сразу на тон скачок. Сразу на тон скачок. Отвратительно. Осуждаем такое? Было так? А стало там на сноу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот там модуляция, которая произошла, Вы сказали, что эта музыка выдает, что оранжировка, обработка современная. Это что? Получается, когда была изобретена такая модуляция, что она кажется Вам такой современной. Вже в 21 веке? На Брайтон-Бич. На Брайтон-Бич? Смешно, смешно. Это... В музыке. В музыке. Давно. Ну, где? В 19-м, в 17-м. А-а-а-а, смотрите, какая штука. Отчасти с Вами согласны, отчасти нет. Итак, какие этапы проходила модуляция в течение жизни, когда люди ее придумывали? Вообще-то, мы сегодня с Вами встретились с очень ранним князмиром, в котором была модуляция. Помните, я Вам играла, которая началась вот здесь, продолжилась здесь, а потом музыка сделала вот так. И вернулась так, вдруг. В старинной музыке люди делали модуляцию так. Давайте на примере Мазл-То. Как будто бы Мазл-То в 17-го века. Нужно было обязательно связать одну свину, извело с другим, максимально плотно, точно, чтобы это было удобно петь. Получилось неубедительно, но, впрочем, какой Мазл-То в 17-м веке. Мне не годится. В 19-м веке люди придумали, что нужен связующий аккорд, который все это дело объясняет. Мазл-То в симфонии Чайковского. Мазл-То в симфонии Чайковского. Мазл-То в симфонии Чайковского. дать доминанту новой тональности и потом уже идти наверх. Это самое органичное для нас. А дальше в 20 веке подобного рода модуляции делались очень просто. Видите, я проговорилась, что в 20 веке они стали популярны в эстрадной музыке, поэтому вам кажется, что это ресторан, поэтому вам кажется, что это правый бич. Потому что в электронной обработке вам абсолютно все равно. Вам не исполнители, не слушатели, не надо готовить к тому, что сейчас будет происходить какой-то сдвиг. Вы просто берете музыку, берете ее же и повышаете на один тон. Зачем? Ну, чтобы интересненько было. Это интересненько связано с тем, что как только музыка повышается, повышается градус напряжения. А мы уже с вами выясняли, что не ударные, не модуляция сдвигов, кресвер не нужны. Не надо делать его интереснее. Оставьте кресвер в покое. Смотрите, что общего мы нашли в Мазл Тов и в Гас Ниган. Посмотрите на нотки Мазл Тов, Гас Ниган. Гас Ниган начинался так. Мазл Тов начинался так. Были ли у них полностью одинаковые первые ноты? Были они четыре. Не, не были, но было повышение, и эти четыре ноты первые были какие-то уж больно сладкие, завлекающие. Я уже сегодня вас мучила и проводила эксперимент, чтобы вы меня немножечко возненавидели, когда играла вам вот это. Эксперимент мой полностью проголелся, вы мне не возненавидели. Однако я должна отплатить вам добро. И теперь я поиграла вам несколько раз первые ноты Клесмера, которые испытала в себе балканское влияние. И вам они очень понравятся. Извините, еще раз, чтобы больше понравилось. Чувствуете, вот после этого не хочется в пресс. Это очень спокойные ноты. Это ноты тонического аккорда, которые не вызывают у вас никакого бурного желания ни писать, ничего. Он просто обещает, что дальше будет хорошо. Но есть еще одна деталь, которая у меня здесь немножко... А, давайте немножко оставим, хорошо? Давайте запомним мысль про русско-израильский ресторан. Мы ее подвесим сюда. А пока немного отвлечемся на другое. Опять Шостакович. Обещаю, что это в последний раз. Итак, у Шостаковича есть пример, в котором он обращается и к Клесмеру, у которого есть... Тай-ра-та-та. Тай-ра-та-та. До этого он этого не делал. И я сейчас хочу вам включить, наверное, этот примерчик целиком. Он длится всего две минуты. И это то, что доводило мне до слез, когда мне было 17 лет. Это был один из музыкальных примеров, которые я слушала, когда мне было очень плохо. Бывают такие, знаете, подростковые беды какие-то, когда кажется, что жизнь совсем не сладка. Ты думаешь, скорее бы вырасти, чтобы все это закончилось. Да, я ошибался. Но в те минуты, когда мне казалось, что из-за предстоящего экзамена или ссоры с родителями, или еще чего-то, я чувствую действительно сильную трагедию. То мне никак не могла поднять мой дух. Ни какая-то очень веселая музыка, ни экстра-трагичная. Мне помогала одна из еврейских песен, написанных Шостаковичем. И это финал его цикла, которым все это дело заканчивается. После этого номера я чувствовала странное внутри. Я чувствовала не то, чтобы развеселость, а я чувствовала, что силы есть на то, чтобы бороться за то, чтобы дальше было хорошо. Эта музыка мне не обещала, что все будет хорошо сразу, но обещала, что такая надежда точно есть. Ну-ка, давайте его послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Женщина поет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Сначала просто понаслаждаемся, попредставляем, а потом и поговорим о том, где там Клезмир, как он там себя проявляет. Давайте, здесь пока хватит этого кусочка. Вот как сможем порассуждать на этот вопрос? Как вы думаете, Прокофьев какое место? Или как это завернуло, да, сложновато? Ничего не понятно, что спросила. У вас есть мнение? Давайте, спасайте меня. Ну, я знаю, просто, вы тоже не писали, но это же есть. Почему бы не написать? Это же есть. Почему бы не написать? Отводил этому философское место в своем творчестве. Теперь у меня есть и это тоже. Ну, я вам скажу так. Клезмир здесь действительно есть. Во-первых, вы слышали в начале интонации те лоты, которые мы с вами смотрели. Кварда это играет, в конце концов. А дальше с этой клезмирской темой происходит что-то странное. Сейчас я удивлюсь в том месте, где с ней начинает происходить что-то, что мне кажется не окей. И аккомпанемент на месте, как надо. Чего я не делал? Слишком быстро ускорил. Помните, клезмир должен развиваться последовательно. В 6-7 минут может идти медленная часть. Лады, которые использованы, должны нас промариновать изнутри. А Протовьев это немножко недодумал. Он очень хотел, видимо, уложиться в 15 минут. Там на вертюре на самые разные темы. После этого он сам был недоволен тем, что он написал. И даже думал не давать этому сочинению опус. Он такой, чудо, я не очень постарался. Но он написал это все дело за один день. Ему очень хотелось, потому что Кук был в состав инструментов. И там был его приятель, который был евреем. И показывал Прокофьеву еврейские темы. И тому очень хотелось сделать приятное своему приятелю, пока тот находится в Америке вместе с ним. Ну, сами понимаете, трансатлантику не каждый раз пересечешь. И он быстренько-быстренько-быстренько сделал вертюру на еврейские темы. Ее сыграли. Вроде все неплохо. Дали уважение отдано, да, как вы сказали. Но по мне так не самый удачный пример. Однако спасибо Прокофьеву за это. Вот видите, не все же хватит. Давайте посмотрим еще. Есть один очень неоднозначный пример, который я хотела вам показать. Прям вот неоднозначный. Честно говоря, я сама бы, возможно, даже не поняла, что там есть Клесмер. Я его расслышала только, когда прочитала про это произведение, что он там есть. А это не чистый эксперимент. Вот Эрнерт Блох, он тоже написал свою рапсодию, именно связанную с еврейской тематикой. Давайте послушаем, а вы мне скажете, какие детали Клесмера вы там услышали. Будет сложно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уже нет никаких узнаваемых элементов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok вместе оказывались в тюрьме. И там пели и играли, а также потом выходили из тюрьмы, возвращались домой и рефлексировали свой опыт в музыке. И Клесмер оказался удивительно живучим и удивительно подходящим в ситуации, когда вы, человек глубокий, чувственный и сложной судьбы, выходите из тюрьмы. И вы понимаете, что впереди свобода, веселье, гулять не хочу, но сердце ноет, и годы прошли, и воровская жизнь манит. И у вас на душе получается ровная дифотомия. Вы чувствуете себя, возвращаясь к началу нашей сегодняшней встречи, у вас и больно сердце, и веселье, и веселье, и веселье. И понимаете, я когда смотрю на, допустим, на примеры российской музыки конца XIX века, сибирской каторжной песни, я слышу в ней корни исключительно такие славянские, народные. Ну потому что что еще пели люди, которые выходили из тюрьмы, как не то, что им пели в детстве дома. И эта музыка, ну как, от нее, ну просто там душа болит, ну и все, в ней нету этой неоднозначности, нету этой дихотомии. А вот в одесской музыке эта дихотомия проявляется и оказывается удивительно подходящей для людей с подобной судьбой. Вы понимаете, о чем я, да, и все в порядке, да, все хорошо. И таким образом Клезвер проникает в плотную музыку и становится ее основой. И таким образом он становится основой всей народной музыки XX века в России. Народная музыка – словосочетание неприятное, странное, неоднозначное. Сегодня, когда я сказала, что Клезвер народная музыка, вы меня поправили, вы сказали, что она традиционная. Народная музыка вообще звучит размутно. Ну что это значит народная? А вот, например, сейчас я вам скажу, песня «Батарейка». Поднимите руку, кто знает, кто написал песню «Батарейка» группы «Жуки». Я ее очень люблю, которые поднимите руки, только не выкрикивайте. Кто знает, кто автор этой песни? Один человек, а все остальные не знают. Так это получается народная музыка. Вы знаете, прошу прощения, два человека. Я знаю, кто написал «Батарейка» везде. Хорошо, но ведь мурка – это по-настоящему народная музыка. То есть всем просто не важно, кто ее написал. Кажется, что ее написал сам коллективный разум всех людей, которые жили в то время. И народная музыка, когда мы представляем себе, что это такое, то у меня, например, как у человека из России, возникает ассоциация со всем этим, кокошниками, деревнями, пением традиционным. Но ведь не бывает такого, что пришел XX век, пришли большевики, и народная музыка закончилась. Я не знаю, что вы себе представляете под народной еврейской музыкой. Может быть, вам кажется, что она сейчас уже не пишется. Но ведь так не бывает. Народная музыка создает сама себя перманентно. И в XX веке новой народной музыкой стала музыка блатная. Она передавалась у вас с уста, подходит. На нее сочинялись разные новые слова. Вот вы знаете автора Мурки, но я знаю как минимум пять вариантов слов в песне Мурка. И что мы будем с этим делать? Ничего не будем, так и оставим. Новый напишет. Раз, и этот, что? Два или три варианта написал один и тот же. А три уже пошли дальше. Ничего себе! Извызно, только в песне Мурка. Поняла вас. Здорово. А почему он написал несколько вариантов слов? Он не мог? А, ну, он так развлекался. Он так развлекался. Что, конечно? Хорошо. Мне тоже нравится такое. Я бы тоже себя развлекла написанием слов в песне Мурка. Быстро заберну мысль сейчас. Итого, итого, итого. В блатной музыке нет ничего плохого. И нам не стоит испытывать перед ней предубеждение. Потому что это была народная музыка 20 века. И так получилось, что в основу всей российской музыки народного толка лег в том числе и Клезвер. Это даже отразилось на эволюции первого рэпа до десятых годов. Так что Клезвер штука в этом смысле очень сильная, очень влиятельная. Так, быстренько. Итоги. Давайте быстрых подведу, и все. Во-первых, у меня такой итог случился. Я, короче, что-то я это... Пару раз сегодня стушевалась. I'm sorry. И я думала, что с ладами там попроще слайды будут. А я, когда начала говорить, поняла, что что-то как-то не очень просто. И я вам очень благодарна, что вы вытерпели все, поняли и оценили три еврейских лада, которые очень я хотела с вами показать. Вот. Вряд ли я буду перечитывать эту лекцию. Я ее и не читала до этого, и привязала только для вас. Обычно первое, то... Спасибо. Обычно после первого прочтения... Немножечко лекции про... Добавляю там всякие упрощательные слайды. А вы сегодня были героями, героически это дело выдержали. Это мой самый главный итог. А если касательно теоретического итога, то здесь все кратко. Клеслер. Чего? Родился из религиозных напевов. К нему чего только не налипало. Басы налипли из светской музыки. Это там. Налипло то, налипло, но не это важно. Важно то, чтобы то из него получилось самослово. Это музыка, которая выражает мучительную дихотонию между скорбью и весельем. Это нерв, который есть в каждом произведении Клеслера и который нас заводит, потому что нас заводит любое напряжение и несостыковка, которую мы слышим. А развинчивается и раздувается история с напряжением тем, что лады, которые использованы в Клеслере, слышатся нашим ушкам как что-то глубоко неустойчивое, как то, что должно нас куда-то привести. Из-за этого мы хотим плакать и танцевать. Плачь и танцуй. Это девиз Клеслера. Музыка эта еще найдет свое развитие на академическую музыку. Она оказала влияние тем, что композиторы 20 века стали больше любить пониженные ступени. Это как специя, которую привезли на новый континент. Все не знали, откуда она взялась, но теперь зачем-то перчат еду. Хотя изобрели это на Востоке. То же самое Клеслер сделал с музыкой. Мы насыпали туда из перечницы немножко больше пониженных ступеней из еврейских ладов. Были композиторы, которые занимались им осознанно и упорно. И самый главный из них это Шестакович. И на блатную музыку Клеслер тоже оказал влияние, что возможно даже важнее, потому что это показывает то, что жанр до сих пор жив. И за последнее время сделал для нас, для музыкальной эволюции многое, что он жиле всех живых. Ну вот и все итоги, которые у меня есть к этому часу. Большое вам спасибо. Ну спасибо, спасибо, спасибо. Ой, ну мне тоже очень понравилось. Какое вам замечательное. Я тоже нравилась везде. Очень красное. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Вы все не смешайте меня. Вы не смешайте. Спасибо, что вы все. Ну ладно, спасибо. Поверь, вы все получили. Я не принимаю к комплименты. Я принимаю ваш к комплимент. Спасибо большое. Стоп. Теперь я объясню вам, что будет происходить дальше. Сейчас будет сессия вопросов и ответов. Если вы хотите уйти, это не является ничем неловким, потому что сейчас уже поздно. У вас могут быть дела. Тогда вы можете помахать мне от дверей. Я будет приятна. Я вам тоже помашу в ответ. Вы можете также выйти и вернуться, если вам нужно удовлетворить потребности, которые можно удовлетворить только вне зала. И вы можете никуда не уходить, остаться и задать мне вопросы. Я постараюсь на них ответить. Есть ли вопросы вообще в целом? Давайте поднимись, сколько у кого есть. Я вижу как минимум пять вопросов, и значит сессии вопросов и ответов быть. И последнее, маленькое уточнение, все остальное потом. Да, вот все остальные штучки, дрючки, наушку, шерешов, вот это тоже все потом. Еще раз поднимись у кого есть вопросы, и мы начнем. Если что, у меня есть микрофон. Я могу его добавить. А, спасибо большое. Это прекрасно. Вы будете задавать вопросы в микрофон. Ну давай. С кого начнем? Аня, выбирай сама, кто тебе нравится, из тех, кто нашел руку. Потому что ты, потому что я, это не педагогично с моей стороны. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Вы сказали, что в джазе тоже есть какой-то клизм. Где он там? С хорошим вопросом. Я говорила это немного в другом контексте. Я отвечу и на ваш вопрос, но в том числе спасибо, что напомнили. Я хотела бы развить и свою мысль тоже. Философская мысль, которая родилась у меня, пока я соприкасалась с этим материалом, такова. Все самые известные музыкальные стили, классическая музыка, джаз, клесмер, например, они все выжили и сохранили себя через пять и более веков только благодаря религии. Религия — это самый консервативный, самый охранительный институт, который только придумало человечество. Ну, я думаю, вы знаете, вы в Израиле живете. Сходство Кресмера с джазом историческое в том, что джаз тоже родился из религиозных песнопений. И там произошла самая интересная и немного жестокая деталь, с которой я сталкивалась, когда изучала музыку. Джаз и блюз — это производство насильства. Джаз, давайте так, джаз и блюз — это дитя насилия, насильственного смешения британской и африканской музыки. Британцы брали людей на территории современной Нигерии. Тогда такой страны не было, и культура, которая бытовала в тех местах, называлась культура «йоруба». Они брали этих людей и помещали их в Америку. В Америке англичане хотели причинить им немного добра и строили для детей-рабов католические школы. В католических школах дети не понимали, о чем идет речь, потому что дома говорили на языке «йоруба», а не на английском. И поэтому придумали самое простое, да, с помощью песнопений, с помощью развлечений детям проповедовать Библию. Культура «йоруба», не будь она особенной, живо бы растворилась во влиянии католических песнопений при таких условиях. Но в ней была одна загвоздка. Я потом объясню, чем это связано с кезмером, но, возможно, вы сами догадаетесь. Культура «йоруба», вот язык «йоруба», на котором мы не разговаривали, вы можете его в интернете найти, послушать. Это очень красивый африканский язык, там такие рубленные слоги, протянутые гласные, ну, например, там «ту-ту-па-па-та-та-ты-та». Вот примерно так он звучит, размеренный, плавно. Но самое главное, что этот язык был тональным, так же, как и современный китайский. Ну, в современном китайском много используется глиссанга, и вы сами знаете, наверное, что там «у-и-и», и там «и-и-и», будет разное слово. А в культуре «йоруба» использовалось три звука высоты. Та-та, та-та и та-та. На месте, наверх и вниз. И когда мужчина и женщина вместе пели, они пели буквально речитативно, как и говорили, то один из их звуков оказывался общим. Были еще два и еще два. И у них получалось так. Та-та. Сейчас, не могу напеть, потому что та-та-та, та-та. Ноты, на которых они произносили свои слова, были такими. Это и были блюзовые пять нот. Блюза еще не было, а ноты уже были. Таким образом, дети в католической школе слушали европейские аккорды, которых не было в выходной культуре. Они ничего не играли с аккордами, у них была тональная мелодия, такие аккорды. Вы о чем? А мелодию пели ту, которую слышали у себя в языке дома. И родился блюз. Пять нот, на которых импровизирует темнокожий исполнитель на фоне трех европейских аккордов, которые не появились бы в этой музыке, если бы не при танцах. Оп! Чувствуете дитя, некоторое выносилие, однако дитя прекрасное и живучее. С клесмером получилось... Причем, смотрите, если кранольно сравнивать музыкальную эволюцию с эволюцией человеческой, то я слышала такой слух, что живучими получаются те молодые особи, которые скрестились в результате длиннокровного смешения. Уж точно не близкородственного. Это мы знаем по Паусбургу, которые закончили плохо. Там просто все короли женились. Ну, понимаете. И получается, что у Европы и Британии это культуры, которые веками и тысячелетиями развивались по-разному, и в результате Плюс не мог не стать общим мировым новым достоянием, потому что это уж очень успешное длиннородственное скрещивание. Я говорю о чем-то такими биологическими, циничными штуками, но видите, работает же. И мысль моя, связанная с Клезмером, такая. Уж какой путь был пройден с тех пор, как в Мегунах евреи древности использовали разные элементы ладов, до того момента пока не были «та-та-та-та-та-та». Это откуда вообще в веснопениях? А это появилось, видимо, из-за того, что евреи перемещались, переезжали, расселялись, сделали это вынужденно тоже в результате разных насильственных исторических событий. Но результат получился музыкально хорошим. Понимаете? Потому что длиннородственные музыкальные культуры, особенно какая-нибудь ультраконсервативная, древняя, религиозная и светская унцаца, не могли не дать такого успешного и живучего продукта, как Клезмер. Понимаете мысль, да? По поводу, если конкретизировать вопрос, есть ли джаз, в котором есть элементы Клезмера? Ну, конечно, есть, потому что джаз в целом — это не определенный звуковой облик, это способ формирования музыкальной формы. Джаз? Клезмер — это и тоже джаз. Так, это интересно. Дело в том, что джаз, так же, как и Клезмер, нельзя описать набором приемов, которые есть в каждом джазовом произведении. Не будет такого, понимаете? Но это один и один способ того, как люди собираются и музицируют. У них есть общая канва, в которой есть аккорды, которые поддерживают басовое линия. Например, да? А дальше музыканты, которые играют, они делают это на основе чего-то, но каждый развивает это нечто по-своему. Импровизируют. Они уступают друг другу. Получается, джаз — это Клезмер, это джаз. Да ладно, ну, понимаете, это такие классные парадоксальные штуки, которые выходят. Нам всем понятно, что это не так, но вообще-то, вообще-то, родственная есть. Ответила? Большое спасибо. Так, давайте следующим. Вы сегодня дайте ущерб, и спасибо вам большое. Так, вы только машите мне рукой, у кого микрофон, потому что я... У меня... Давайте, здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли найти влияние Клезмера в творчестве Вагнера? Спасибо. Сейчас я пошерстю в своей голове, потому что я не могу просто ответить «нет» и все. Я все-таки подумала об этом. Но вы знаете, «нет». Я не знаю, где... Ну, давайте рассуждать логически. Образ жизни Баха был таковым. Он был страшно занятым человеком. Он был жизнелюбивым, не страдал депрессивными, но работал он 24 на 7, больше 10 часов в день. Иначе бы он никак не мог прокормить свою семью. У него, вы знаете, наверное, к концу жизни уже накопилось 14 детей. Но, полагаю, что в тот момент Вио, когда их было 4 или 5, ему было не сильно проще. Он работал, ну, не сильно престижную работу. Он жил в ту эпоху, когда композитор еще не получал постоянных больших денег за то, что он является композитором. И вчера ребята, нашим коллегам в «Альфе» рассказывали немного об этом. Он просто с Ромат Мираник был. Да. Ромат Мираник был. А я не знаю. Вот видите, мне вчера сказали, что... А, нет, я сказала, что слушать Вагнера нельзя. Это получается, что о нем можно говорить, но слушать не надо. А представляете, как... А представляете, как было бы обидно, спойлер, нет, если бы я вам сейчас сказала, да, в одном произведении сейчас сыграю, а нет! Нет, сейчас давайте подумаем об этом. Вагнер в «Альфе» к Лезнеру. Па-па-па, значит, да-да-да-да-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Знаете, блин, точно нет. Но почему? Вагнер ничего, кроме пизде часовых, занудных опер, не писал. А если бы он хоть как-то немножечко проявился, как такой человек хомо-развлекающийся, и оставил бы, например, после себя разнообразное наследие, танцев каких-нибудь, сюриток, понимаете, каких-то штучек, еще можно было бы о чем-то говорить, но он уперся в то, что у него должна быть, это, пятичасовая опера на древно-германскую мифологию. Понимаете, там нету Лезнера, это просто такая, ну, там нету, короче, там нету ни ритма веселого, это, короче, неразвлекательная музыка, во, она, это, председущая на высокая. И, короче говоря, нет, Ладов, Ладов, ну, тоже нет, Ладов не использовал, ничего не использовал. Получается, что нет, если нет, а ведь могло бы быть смешно. Он испортил нам шутку, тем, что не постарался, я не написал музыку с Леонидом Клезмером, но что он поделает, что он поделает, да. Видите, как это, короче, смешно про Вагонара, смешно. Получается, как это настроить. Спасибо вам за ваш веселый вопрос. Давайте, чем вы меня еще повеселите? А вот задать вопрос без микрофона. Нет, 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 нет. Нет, у нас очередь. А, очередь. Очень. Ну, и плюс, видите, там, может, задним рядам будет удобнее вас. Модест, подожди, пожалуйста. Вы Модест? Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Понятно. Для начала. У вас сейчас такой большой тур, очень технический вопрос. Большой тур, много лекций на разные-разные темы. Можно ли где-то будет потом посмотреть или увидеть где-то? Потому что... Я отвечу подробно. Поняла вас. Смотрите, в этой гастроли... Только сразу не расстраивайтесь. В этой гастроли я никакой записи не делаю. Делать записи на гастролях практически невозможно. Запись – это очень непредсказуемая штука. А, кстати, слушайте, там молодой человек себе Мишель Викцу записывает, но он не мой знакомый, он сам вызвался. А, кстати, мы потом вас спросим, кто вы. Я отошла, а там мой знакомый такой, ты чё, все же знают, что это эти, ну вот эти, ну короче, которые следящие какие-то ребята, засланные казачьи. Они, правда, конкретно такие, мы тут фиксируем реальность. Поэтому надо будет вас спросить, кто вы. На гастроле почти невозможно сделать запись, потому что есть всего один шанс. Всегда обычно на первой записи на новой площадке получается плохо. И только если есть большой цикл какой-нибудь, да, где я читаю 6 или 7 лекций, где-то примерно третья запись получается. Это неудобно, потому что первые две необходимы для того, чтобы их выложить. Но хорошая новость в том, что у нас на самом деле есть 12 записей, которые надо выложить. И надо прямо взять себя в руки и выложить. Взять себя в руки и выложить. Я уже строго настроилась с моим мужем. Мы делаем всё вдвоём. То есть муж снимает, я делаю черновой монтаж, он делает чистовой монтаж. Я делаю презентацию, он её вклеивает. И вместе мы смотрим, что получилось, всё переделываем и так далее. Мы уже настроились на то, чтобы выкладывать цикл про америко-британскую музыку, кстати, каждый месяц. Типа в сентябре, в октябре, в ноябре и так далее. На YouTube. Вот. И там есть, и там будет и про Дебита Боу, и про Бинг Флойд, и про Битлз. То есть я хотела, там я взяла целый большой цикл, где я пыталась рассмотреть то, что я вам частью упомянула. Британское вторжение. Может быть, вы слышали термин британское вторжение по отношению к музыке Битлз? Что они вот пришли и вторглись. А на самом деле это британское вторжение. Это сильно пораньше. Но вот как бы мне интересовало именно, как вот все получилось. Как получился цветок, выросший на африканно-британской культуре. То есть рок-музыка, джаз, блюз и так далее. Вот. А эту госпиталь я не записываю. Потом, видимо, на какой-нибудь домашней площадке, когда она у меня будет, запишу. Вот. А может быть и нет. Но видите, вашу лекцию я вряд ли буду где-то еще читать, потому что мы с вами в одном контексте. В Алматы очень красная. В Алматы, как хотим мы в Алматы. И мы, как она, музыка из рекламы. Да, она интересная. Она веселенькая. Веселенькая такая. Ну, там я буду рассказывать, почему некоторые джинлы заставляют то, а некоторые сё. Если хотите, можем в следующий раз об этом поговорить. Да, это был поддерживающий раз. А дальше уже можем повеселиться, например. Все, я вас поняла. Вы хотите веселого. Музыки из рекламы. Да? Спасибо, что не вам, он, Рад. Хорошо. А Радио Хэд? Слушайте, ну, может, хватит. Мы будем делать Радио Хэд и Мьюз вместе с фором. Да, смотри, конечно. У нас два раза не получилось. Она должна была быть лягаться 17 октября 2023 года. По-моему, две леты куплены были, да? Вот, но надо ее все-таки сделать, потому что мы партитуры сделали, и все, будем, хор 100 человек будет петь. Я буду играть. И это будет сравнение того, ну, вот, в Радио Хэд и Мьюз у них музыка похожа по звуковому облику. То есть это некая рок-музыка, давайте так. По крайней мере, музыка из первых альбомов Радио Хэд и средних первых альбомов Мьюз. Но что-то в них есть принципиально разное. И чтобы это сравнить, вот, надо попеть, поиграть, послушать и так далее. Тоже такая блюдо легкая и красивая лекция. Так что, планы в громаде. Да, пожалуйста. Вот тут надо будет записать, кстати, потому что вряд ли мы будем еще где-то тоже повторять. Будь такой уникальный бриллиант. Ну что, давайте еще какой-нибудь вот модест. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Большое спасибо за интересную лекцию. Спасибо. Хотел спросить, у вас буквально на секунду появился слайд о происхождении названия клизма, а потом он попал, и вы уже не вернулись к этому вопросу. Хотел спросить, известно ли, откуда взялось это название? Там очень что-то, там ответ простой, там был петь играть, то есть там действительно... Музыкальный? Музыкальный? Музыкальный, да-да-да, то есть очень-очень простое объяснение. Я хотела объяснить скорее в другом. Я, ну да, я просто сегодня убрала несколько исторических слайдов, потому что я очень запуталась. Я узнала много нового классного про историю Израиля и еврейского народа именно в этот приезд. Что меня особенно радует? Меня окружили заботы и желанием показать всякое разное умное, хорошее. Вот. Я все узнала и, может быть, зря, потому что до этого мне казалось, что я что-то поняла. Сейчас мне уже так не кажется, надо разбираться заново. Поэтому я взяла и их так и так вывела. История из 5 лет тоже ничего не понимает. Да? То есть это есть кто-то, кто понимает историю еврейского народа? А психо за углом? А психо за углом? Для тех, кто понимает. Очень короче говоря, я решила, что, ну, его запутаюсь, лучше, лучше в интернете почитайте, как бы, из, типа, как слово образовано. Такой логикой я малодушно проруководствовала себя. А слайд проскочил, проскочил. Вы, от вас, Модесса, ничего не скроешь. Так, давайте дальше, спасайте меня. Ой, Ксенечка, привет. Это Ксения, мы с ней знакомы. Да, привет, спасибо большое за лекцию. Пожалуйста. Ой, вопрос был такой. Коль, мы с моим партнером, когда утром готовим завтрак, мы периодически поем песни Стаса Михайловна. Почему? Это с нами, это с нами, это с нами, я знаю, что песни Стаса... Мы против этого, но мы все равно поем. Нет, подождите. Это без тебя, без тебя, без тебя, и потом еще все для тебя, все для тебя. С тобой, с тобой, и другие роды, и падежи. Почему это с вами происходит? Прекрасно. Поняла вас. В чем ваш вопрос? А, почему это с вами происходит? Все, извините, я поняла. Я думала просто поделиться потерей. Прямо, ну, интересный факт. Почему это с вами происходит? Ну, одну секунду, дайте мне подумку. Здесь могут быть несколько причин. Если вы любите какую-то кринжуху, и если есть определенные периоды в вашей жизни, когда вы к ней обращаетесь, у каждого своя музыкальная дилдик-плежер, то это может быть связано с несколькими очевидными и неочевидными фактами. Позвольте, я соберусь на голове, что вы сказали мне сжато. Прекрасно. Ну, хорошо. Обычно то, что мы называем кринжуха, у каждого она своя. Какой-нибудь вид рэпа, который не социально приемлем, да, слишком простой, слишком шутливый. Может быть, это какие-то криминальные тексты, да, еще шутливые какие-то. Или наоборот, это обычно что-нибудь очень... Пока, ребята, последний поезд. Все, в кого поезд. Большое спасибо, что приятны. До свидания. Спасибо, до свидания. Либо это очень эмоциональная поп-музыка, в которой слова – это квинтэссенция лирики. Я люблю тебя, ты любишь меня, да она не может любить тебя, да я люблю тебя. То есть, это всегда музыка, в которой есть чистая-пречистая эмоция, донесенная простым-простым языком, без всякого контекста. Есть две причины, почему вы это слушаете. Первая. Самое очевидное. Вы слушали в детстве, вам не хватает ощущения спокойствия, безопасности, понятности, прития. Хочется вернуться в трудное состояние. И музыка вам помогает вернуть эти детские ассоциации. Но есть и второе. Возможно, жизнь показалась вам слишком сложной в какой-то момент. Или утром вам тяжело просыпаться, день тяготит, его предстоит жить. И поэтому хочется не какую-то музыку вроде Клезмера, которая дает дихотомию, помните, да, с этой печалью и смехом, а музыки, которая несет в себе самый простой, что именно есть, посыл. В рэпе это «я богат, у меня много женщин, посмотрите на меня». В лирике «я люблю тебя, ты любишь меня». И может быть, просто хочется какой-то простоты без относительно детских воспоминаний. В любом случае, это не криминальное чувство. И плохой музыки не существует. Плохая музыка существует. Плохая музыка, в которой есть странные слова, или слишком очевидные, или какие-то еще. что плохая музыка, в которой все слои музыкального повествования действуют в разных целях и разными средствами. Там один слой вас развлекает, второй передумал и начинает то... Кстати говоря, в Клезмере именно так. Хороша та музыка, в которой есть два прямо противоположных слоя. То же самое, как контрастные цвета. Если вы наде... Это не будет... Давайте так. В мире лукизма. В мире лукизма, если вы наденете на себя пять несочетающихся цветов, вам скажут, что вы одеты плохо. Если вы наденете на себя два контраста цвета, черный и белый, то вам скажут, что вы одеты хорошо. Если вы оденетесь только в белый, то же скажут, что одеты хорошо. Это очень грубо, но вы меня поняли. В мире музыки так. Если все слои работают на одну задачу, получается очень просто, но хорошо. Если два разнонаправленных слоя тянут музыку ровно в две противоположные стороны, получается сложная классная метафора. А если у вас один слой туда, второй, третий туда, четвертый, сделал вам синкопу, потому что это красиво, а еще звук дождя, потому что это стильно, то это уже лебедь, рак и щука. То это означает, что это кич и бескусица. Поэтому плохая музыка есть, но присутствует в каждом жанре. Нету плохих жанров. На этой моралите давайте следующему человеку микрофона, то вам надо будет начать завтра записывать. Мы таким образом подкалываем друг друга с мужем. Когда кто-то начинает говорить банальности под вечер, например, там, мир есть стоп, а мыслите есть существовать, то второй начинает делать вид, что он записывает, и это означает, что пора перестать говорить очевидные вещи. Так. Здрасте. В первую очередь здесь. Здравствуйте. Спасибо, просто море эмоций. Ух ты. Спасибо большое. Я бы хотела спросить про связь и влияние балканской музыки и Клязьмина. Об этом чуть-чуть говорим в лекции, но тема не раскрыт. Спасибо. Сейчас сформулирую. Сложная там история. Я ничего не поняла про балканскую музыку только. Ну, чё ж пронаблюдала? Чё ж достану из своей головы это? С точки зрения теории не вижу никакого влияния, кроме ритмичности и веселости. С точки зрения исполнения на инструменте с определенными штрихами, может быть. Вы замечали, что в Клязьмире кларнет играет иногда с такими уи-уи-уи-уи-уи, да, с какими-то приспусками каждого звука, как будто исполнитель дует в кларнет с силой, а при переходе на следующую ноту немного звук отпускает. И-уи-уи-уи. Вот такие получаются подъезды. Вот мне кажется, что вот это развеселуха могла взяться из балканской музыки. Ну и какие-то, какие-то иногда ударные, когда туда вкрапляются. Короче, я не знаю точно. Давайте так. Точно сказать не могу. Надо изучать балканскую музыку, чтобы это всё дело сделать. А я этого не сделала. Снимано. Да, вот поеду на Балканы и сделаю. Или нет? Ну, вот нет у меня для вас ответа. А такое тоже бывает. Это нормально. Давайте дальше. Аня. Мария, привет. Привет. Сейчас. Я хотела спросить про... Я слышала какую-то такую версию, что на аргентинское танго очень повлияли еврейские мигранты из Одессы. Что прямо очень-очень сильно повлияли. Если это так, если это правда, то расскажите. Если нет, значит я успокоюсь наконец-то. Хорошо. Вопрос, кстати, интересный. Давайте так. Сразу скажу, точного ответа нет. Есть размышления на этот счёт. Танго для меня в первую очередь это ритм. Может происходить всё, что угодно, но если там папим-пам-пам, то мы говорим, что это танго. Даже если это не всегда так. Есть даже испанские танцы словно таким же ритмом. И вчера с ребятами из Хайф мы нашли такой танец, он называется хабанеро, который играется в кармэно. То есть это же танго. Танго, да? Тан-тан, тан-тан, тан-тан. Синкопы появляются. А другой кажется такой сейчас. Ну что-то типа тан-тан-тан, тан-тан-тан. Не буду брать ни поводу. И вот 20 оставшихся процентов делят эти ритмы. Может быть тан-тан, па-пам-пам, лёг в основу ритма в аркинцинском танго. Я не проверяла, это гипотеза. Но может быть привезли этот ритм, всем он понравился, все сделали для него вариацию. Больше гипотез нет. Только такая. Не знаю. Давайте дальше. Анна, добрый вечер. Здравствуйте ещё раз. Я тот как фанат подростка, который, например, в стране ищет. У меня, собственно, даже не вопрос, а скорее такой... Я сегодня, ну, благодаря вашей лекции нашла ответ на вопрос, который меня очень давно, скажем так, вопрошал. Почему? Как? Если грезм не располняет человек аж 12, ну, аж 12, ну, аж 12-й происхождение, восточно-европейское. То есть если он восточно-европейского происхождения, восточно-еврейского. Восточно-европейского, да. И то слышится, что... Сейчас я сформулирую, что это очень... Перемер, всё хорошо. Я нервничаю всегда, когда дело совсем доходит до географии или названия. А у вас тут люди аж 12-й происхождения, которые ещё и где-то находятся географически. Это мой паспарный сон. Поэтому, пожалуйста... Я тогда это самое... Я радостно сообщила, когда прилетела из Америки в Израиль, что я прилетела в Евразию. А потом сижу... Прямо сижу на стуле... Пока успокаиваетесь. Вот я сижу на стуле такая... Хорошо, вроде рассказал, сформулировала. Я в Евразии? Я в Евразии или нет? И у меня почему-то на секунду мозг заклинило полностью. И я даже подумала, вдруг я не в Евразии. Вдруг Израиль это что-то вообще... Геологически. Геологически. Да, кто-то говорит, что Африка. Геологически. 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 Господи. Короче, география мой нелюбимый предмет. Я поддерживаю вас. Спасибо. Вот, в общем, если ашкенасские евреи исполняют клезвие, то это какое-то что-то очень домашнее, уютное чувствуется. И как будто всё на своих местах. А когда клезвие исполняют или какие-то напевы, вот как вы сегодня продемонстрировали с Шостаковичем, люди, не имеющие этого бэкграунда, то как будто это... Оно... Нет, нет, нет... Ну, академического музыки. То в этом есть что-то... Ну, что-то как будто немножко элемент искусственности, что-то не на месте. И оказалось, что дело в ладах всё. Потому что, когда ты это слышишь, видимо, с рождения, оно как бы в тебе есть. И потом я вспомнила, что у Леонида Десятникова есть цикл, называется «Песни Буковины». Если не услышали, я вам прям рекомендую поступить. Я не слышала. Послушайте. Послушайте. И вот, поскольку он, собственно, еврейского происхождения, то вы вот услышите у него, что там всё как будто на месте. Вот. Хорошо. Я услышала. Про Леонида Десятникова мне сказали факт вчера. Вот, кажется, мне Ваня сказал. Или Таня. Короче, мне вчера сказали, что Леонид Десятников, как он себя назвал, бывший великий русский композитор. И это шутка, потому что он обрёл известность и, ну, влиятельность своей музыки на другую музыку в момент России. Притом он из Харькова, и он еврей. И вот он как бы так шутит про себя. Вот такую я изысканную шутку узнала. Я не знаю этот цикл, я его послушаю, большое спасибо за рекомендацию. Никак не могу прокомментировать, что там на месте. Возможно, это связано с моим размышлением о том, что люди, которые выросли на Земле, где бытует определённый фольклор, лучше понимают причины, почему он так сформировался. Но, видите, мысль — это не имеет никакого научного подтверждения. Это просто моё наблюдение. Я не знаю, верно ли оно. Подумаю об этом ещё. Несут, несут. Да, спасибо большое, что помогаете. Спасибо. Я хотела спросить про цыганскую музыку. Какую? Цыганскую. Цыганскую. Хорошо. Вопрос гениальный. Спасибо. Хороший ракурс. Как отличить? Вот давайте так, давайте его заострим супер максимально. Я сегодня сказала, что на плотную музыку повлияла еврейская и цыганская музыка. Вот где там еврейские детали, а где цыганские? Давайте так. Вот этот запев очень сильный. Это как-то цыганский. Давайте так. Если вы хотите создать еврейскую музыку, которая делает залихватский запев, то вы используете три или четыре ноты тонического трезвучия на верх. Это вы уже поняли. До свидания. Или. Если же вы хотите создать подобный эффект, но вы из цыганской музыки представите, то вы не будете даже все это делать вообще никак. Вы возьмете первую ноту и последнюю, крайнюю. Понимаете, да? На-на-и-на-на-на-на-на-на. Вот. Вроде похоже. Вроде бы это одинаковые ноты, но пропущены несколько звеней. Как будто бы эмоция более взвинченная получается, более романсовая. Второе. В еврейской музыке нет кое-чего, что есть в цыганской. И это неплохо. Нет бесконечного нагнетания напряжения с помощью аккордов. Мы с вами слышали то, что аккорд уже длится очень долго. Помните в «Хава» на «Гилла», да? И вот я могу там играть. Да? И все в порядке. А в цыганской музыке у вас что ни движение музыки, то новый аккорд. Ну, попробую изобразить, например, как-нибудь так. Я, кстати, сейчас попробую компиляцию некоторых интонаций. Я ничего особенного не введу. Буду просто изображать способ. Вы услышали, да, что каждый раз… Я вот сейчас не очень хорошо изобразила, но там каждый раз ищу бы кислотно-яркий аккорд, который это напряжение прям вывинчивает. Прям такой… Получается, что еврейская цыганская музыка в корне отличается тем, как музыканты добывают напряжение в слушателе. Евреи, которые играют «Клесмер», делают это путем сложного лада, такой перчинки, от которой потом уже нерметик начинается, и ты идешь в пляс. А цыганские музыканты делают это, ну, вот, на сильную какую-то вот такую лирическую эмоцию, сразу голосом, аккордами и постепенно повышая градус. Не так, чтобы вы станцевали, а так, чтобы вы заплакали. Ну, то есть, вот если грубо говоря, то так. Я ответила или лучше присобрать? Нормально? Хорошо, спасибо. Договорились. Анна, спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Что-то мне так знакомо. Вы не были у меня на лекции? Нет, не раз, первый раз. Поняла. Значит, просто знакомо быть. Я сегодня еще на Надю такое подумала на данную дедушку. Давайте, извините. Такой вопрос. Если у «Клесмера», как у музыки, есть какой-нибудь музыкальный антоним, чтобы… Чего есть антоним? Да. Вот, противоположная музыка какая-то. Это какая? Парка. Парка. Нам нужна музыка, которая не имеет под собой религиозных корней, не имеет четкого вдольного ритма, не имеет сложных ладов, имеет много разных часто сменяющихся аккордов. Эмби. Эмби. Медитативные? Нет. 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 Они недостаточно противоположные. Элементы пульсируют однородно. А лады нужно использовать. Ну, подождите, подождите, подождите. Это тогда будет… Сейчас, секундочку. Секундочку. Это будет, это будет… Сейчас… Сейчас. Это будет… Олег Разманов? Сейчас. Какой-нибудь. Вы просто пытаетесь… Вам нравится «Клесмер», а вот кто вам не нравится, вы пытаетесь его в качестве антонима, да? Эти хорошие, а эти плохие. А я пытаюсь обычно подойти к этому делу, но, видимо, бесполезно. Это… Ой, давайте так… Марши. Марши? Может быть. Но мне пришел… Мне пришел в голову… Нет. Сейчас. Подождите. Сейчас. Подождите. Подождите. Противоположной будет домажорная прелюдия Баха. Смотрите. Пульсирующего баса нету. Никаких хоралов внутри него нету. Связь с религией. Нету там связи с религией. Нет. Бах делал хоральные обработки у других произведений. Есть связь с религией, у него мессы, у него хоральных прелюдий. А это просто домажорная прелюдия. Это восточная пентеплюшка, сахарная вата, красивые домажорные аккорды, которые сменяются в каждом такте равномерно. И напряжения там никакого нету. Не зря эту музыку из... Кстати, о музыке в рекламе, да? Есть одна очень клинжовая реклама из долевых. Это реклама средства для улучшения пищеварения. И там... Это такое ощущение. Меня нереально обидеть. Но если бы я была обидчина, я бы очень обиделась. Значит, там примерно такие слова, что типа... Встучья живота! Пропейте... И дальше перечисляют эти неприятные симптомы. Ну такие, почти интимного характера. И дальше типа, если вы пропьете там наш какой-то там волшебный препарат, то у вас перестанет болеть живот. Типа, ну ничего себе. Ты понимаете, это очень, очень кощунственно. По отношению к Петховену и Баку. Капец. Но ничего. Так что, видите, это музыка, которую даже рекламщики считают райской и расслабляющей. И поэтому я ее выбрала в качестве антонима, потому что у Кресмера все-таки есть такая цель вас немножко подковырять и заставить танцевать. Да? Ну так вот. Но если хотите думать, что Газбанов, я не против. У кого этот микрофон? У меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, огромное большое спасибо за лекцию и за то, что у вас появилась возможность на нее прийти. Аккуратно. Вопрос такой. У нас же существует еще лады народной музыки. Чего? Лады народной музыки? Да. Африкейские, максолитейские и так далее. Мы как-то можем связывать корни еврейской музыки и лады народной музыки? Или это вообще очень далеко и совершенно никак между собой не пересекается? Там же тоже много полутонов и понижений и так далее. Я с вами полностью согласна. Хороший вопрос. Сейчас я подумаю. Поднимите руки. Кто слышал подобные слова? Неважно, знаете ли, что они значат. Может быть, вы где-то слышали. Ледийский, миксоледийский. Я не сомневалась, вас модест. Ледийский. Я абсолютно любя. Я так, вы понимаете. Видимо, вы тут знатный член сообщества и про вас эти, вам вы нравитесь людям. Отлично. Мы послушаем. В школе детям объясняют так. Я не согласна с этим, но объясняют так. У греков было семь ладов. Чтобы сейчас сыграть их и послушать, как греки сочиняли музыку, надо сыграть от каждой ноты семь ладов. От до ионильский. От ре до рийский. От ми фрикийский. И так далее. То есть их семь. И действительно, если вы будете играть от каждой ноты порядок нот, то там будут разные расстояния. Потому что ноты неравномерные, клавиши черные и белые сменяют друг друга неравномерно, будут разные порядки ноты. Это не работает ни с какой стороны. Во-первых, у древних греков не было нот до ремни фасоль оси. Во-вторых, в их ладах было, не поверите, дважды четыре звука. Не восемь, а дважды четыре. Они по-другому чувствовали лад совсем. Здесь, возможно, есть сходство с еврейскими ладами. Давайте... Да, возможно, оно есть. С лоном его. Греки выбирали... Если у вас была кукла Барби с нарядами, то можно сравнить то, как действовали греки с ладами, с выбором нарядов для Барби. У вас есть несколько низов и верхов. И вот вы надели так, у вас такой-то видок. Отлично звучит. Когда буду петь внизу, буду щупать свою лиру и будет красиво. Что же я помещу наверх? И вы выбираете отдельно верх. Например, вам нравится такой верх. Изысканно. И вместе у вас получается такое сборное нечто. Но подряд эти ноты почти греки не использовали. Ну, грубо говоря, так. Ну, наверное, есть сходство с... Мне кажется, еврейские лады построены похожим образом. Завернула мы слишком лунно. Сейчас, подождите. Отменяем. Идем обратно. Древние ребята почему не использовали лады из большого количества звуков? Потому что они пели в узком диапазоне медитативные, речитативные и околорелигиозные песнопения. В этом смысле, наверное, еврейские лады могли быть похожи на греческие, потому что это как будто кусочек, где вы вертитесь один, и кусочек, где вы вертитесь другой. И вместе они соединяются во что-то, что целиком... Нет. У меня плохо получается ответить на ваш вопрос. Я начну сначала, и, возможно, туда я даже не пойду мыслю. То, что вам рассказывали про древние греческие лады, неправда. Нам не рассказывали. Хорошо. Вам правильно рассказывали? Да, нам правильно рассказывали. Наверное, мы же были в училище, потому что рассказывали. Ааа, вы хакнулись из тела. И пошли в училище, там вы правильно рассказывали. Хорошо. А зачем я тогда вообще полезла вам что-то объяснять? Я не знаю. Потому что я спасила. Это все кардыня моя. Да. Я-то подумала, что вы не знаете. Ну, короче, да. Там все по той же схеме было. По той самой вот этой вот старинной схеме из четырех нот. Думаю, что так образовались все старинные лады ever. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Давайте дальше. Далеко не уходить. К тебе прийти. Привет, Ника. Привет. Значит, у меня скорее такая мысль возникшая, что я вот пытаюсь как-то по кусочкам понять хоть что-то про еврейский народ и про иудаизм и что-то еще. Я бы привела для себя такую аналогию, что вот музыка, негоды, то, о чем мы говорим, отражает во многом вот это состояние, в котором мы и находились. То, что в постоянном изгнании пытались сохранить какую-то свою идентичность, во время постоянной трагедии пытались построить какое-то свое маленькое счастье. И вот в музыке это отражается в таких двух нарративах, которые между собой конфликтуют, и получается такая вот музыка, поэтому такая вот тревожная, с каким-то противоречием. И что поэтому, возможно, она вот родственной как-то пересекается с цыганской музыкой внезапно и с джазом, потому что они тоже формировались будто в подобных каких-то условиях. В дальней от родины типа. А, я бы сказала. Ну, что в каком-то конфликте, конечно. Поэтому это музыка такая более неустойчиво звучащая. А вот музыка, которая классическая, понятная по понятным таким шаблонам и так далее, она сформировалась потому, что у людей нет конфликта вот того, что они видят, и того, что они чувствуют, что вот нет какого-то кризиса идентичности. И что поэтому музыка такая понятная и простая. Может, что-то вот... Какая-то такая мысль? Что мысль красивая, мысль красивая. Просто здесь какая штука? Цыганская, еврейская и джазовая музыка – это музыки импровизационные, непрофессиональные, неподлежащие записи нотами. То есть это то, что ты исполняешь, а не отдаешь исполнять другому. Классическая музыка – это музыка авторская, которую ты передаешь в качестве зашифрованной инструкции скрипачу, чтобы он ее сыграл. Поэтому их нельзя сравнивать. Не получится. Ну, может ли сравнить, может быть, с другими народными музыками? То есть народы, которые... Ну, хорошо. Ладно, здесь я могу сделать заполнительное условие. Какой-то... Ладно. Пройдемся. Британская народная музыка. Она вся вот такая... Вот она в таком стиле. В ней есть четкий ровный ритм. Никаких сингов. И эта музыка в основном матросская. И они с ее помощью делали вот это. Там руль поворачивали. Какой-то там в корабле руль встроен в середине. И его надо было поворачивать. И грести его, подсказывают. Немецкая народная музыка. Очень благополучная, веселая. Такая. Ну, простецкая. Русский фольклор. Весь ритабельный, абсолютно. То есть там основная часть фольклора – 70%. Это плачи. Рекрутские, свадебные, похоронные. Лирические песни, которые тоже звучат как плачи. Песни о том, как тяжело в поле работать. Все остальное. То есть это прямо очень плачевая вокальная культура. Без ритма. С очень такими особыми интонациями. Так что вот я сейчас перечисляла. Получаются разные. Можно ли их скопом взять и сравнить с цыганско-еврейским джазом? Не знаю. Мне кажется, что там надо поискать что-то. Какое-то острое сравнение. И, может быть, там истина найдется. Но навскидку пока кажется, что пока слишком амбициозная гипотеза. Но какая-то часть в ней точно, я думаю, верная. Я думаю, ты найдешь, если ее еще побудешь. Просто лидание – это вполне себе тоже идентичность. Там все однозначно.